Египтяне проверяют лжецов каленным железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор общество мир. Полничтри, 29 августа 2019 года горячий поцелуй. Египтяне проверяют лжецов каленным железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор. Кадр, Deutsche Welle, Валдыри, слезающая кожа и черная отметины на языке. Самое верное доказательство вины подозреваемого. Так, по крайней мере, считают египетские бедуины. По сей день практикующий жестокий средневековый способ отделить преступников от невиновных. Откуда взялась традиция прижигать языки раскаленным железом и почему с ней до сих пор не могут покончить, разбиралась лента.ру. Женщина в хиджабе облизывает раскаленный докрасно-металлический ковш, а затем полощет рот водой. Она явно нервничает, всхлипывает. Мужчина в белой накидке осматривает ее язык и объявляет невиновной. Женщина начинает рыдать. Муж и родственники ранее обвинили ее в краже из семьи 2000 долларов, а теперь она обязана с ними примириться. Это видео, опубликованное телеканалом Deutsche Welle, поразило и даже шокировало европейцев. И ведь сложно поверить, что в мире все еще существуют те, кто полагаются на примитивные методы установления вины или невиновности, да еще и столь варварским способом. Однако эту традицию по сей день практикуют племена бедуинов-арабы-кочевники, живущие в пустыне. Они известны тем, что даже при наличии государственных органов власти и судов придерживаются своих традиционных методов дознания и наказания виновных. Среди бедуинов выделяется египетское племя Ай-Аида, или Ай-Ади, представители которого живут в Мухафазе и Смаилия. Именно оно активно практикует ужаснувшую европейцев древнюю практику выявления лжи. Называется это традиция биша, биша, или биша, а перевести ее название можно как уродливый. Биша, по сути, одна из разновидностей ордалей, то есть испытания огнем или водой. Применяют ее, чтобы определить виновен ли человек в преступлении или супружеской измене, и даже для установления отцовства. Сейчас в Египте к старой традиции прибегают, когда все другие способы уже показали свою неэффективность, а также если неподозреваемый, не обвинитель не могут найти свидетелей. Стоит отметить, что совершать биша силы никого не принуждают, человек перед ритуалом при свидетелях заявляет, что пришел по собственной воле и согласен с подобным средством суда. Ритуал проводят специальные судьи, которые зовутся Мюбаша, причем они должны пользоваться доверием окружающих. Перед началом обряда Мюбаша озвучивает суть вопроса, оговаривает последствия для сторон и назначает сумму штрафа, если она потребуется. Заключаются и договоры, на которых стороны ставят отпечатки пальцев, от подозреваемого принимают клятву в невиновности. Нагревание железа для биша-фото Весь ритуал проходит открыто и в присутствии свидетелей, их могут привести как подозреваемый, так и обвинитель, за ним могут наблюдать и посторонние. Делается это, чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности происходящего. При этом если обвиняемый не является или отказывается лизать раскаленный металл, его автоматически считают виновным. В случае же, если стороны договариваются о какой-либо компенсации непосредственно перед началом ритуала, он не проводится. Исход биша считается окончательным, его нельзя спорить. А на случай возникновения претензий у Мюбаша хранится протокол с ритуала. Естественно, проводится обряд не просто так, а за определенную плату. Причем стоимость разнится в зависимости от характера дела, самая высокая цена в обвинении, связанных с кровными вопросами или грабежами. Изначально все судебные издержки оплачивает обвинитель, однако если биша доказывает вину подозреваемого, то он обязан покрыть все расходы. В основе традиции на самом деле лежит достаточно простое объяснение. Считается, что виновный человек будет настолько сильно нервничать, что у него пересохнет во рту, и в результате он обожжется. У невиновного же слюноотделение будет обычным, что и защитит его язык от повреждений. Впрочем, противники ритуала утверждают, что это далеко не всегда так, нервничать ведь могут и невиновные люди, как и наоборот. В итоге получается, что биша не только наносят физический вред, но и часто приводят к осуждению невиновных или освобождению виноватых. Подозреваемые полоскают рот во время массового обряда кадр? YouTube. Откуда идет и куда приведет? Биша существует уже сотни лет. Считается, что традиция зародилась в Месопотамии, однако исторические данные указывают, что это все-таки египетское изобретение. Вероятнее всего, подобный способ выявления виновных и наказания появился из-за того, что в кочевых племенах невозможно было применять такую стандартную меру наказания, как тюремное заключение. Между тем рассказы бедуинов о том, откуда взялась традиция, разница. К примеру, один из героев документального фильма «Биша. The Awesome Fire Test» 1997 года рассказывал, что идет она еще от Моисея. Якобы ему фараон предложил выбрать между углем и фиником, и пророк лизнул головешку и таким образом спас себе жизнь. Впрочем, обычно эта история звучит немного по-другому. Моисея выбирал между драгоценностями углем, дотронулся до последнего и обжег пальцы, а затем засунул их в рот, чтобы остудить, из-за чего стал косноязычен. Существует и другое объяснение. Как рассказывал один из мубашов Адлаляяде, традиция зародилась после инцидента с его предком. У него украли верблюда, и подозрение пало на двух рабочих, но оба они отрицали причастность к грабежу. После этого во сне к мужчине пришло решение – раскалить чашу и прислонить ее к языку, что и покажет виновного. Мужчина так и сделал и выявил вора, а обряд стал профессией и унаследовался его детьми и внуками. О наследственности говорил ему Башава Амера Амираяд, общавшийся с журналистами. Deutsche Well. По его словам, он представитель уже 14 поколения, а ремесло практикуется уже около 250-30 лет. Его ассистент Хамид Амираяд достаточно просто объяснил, почему традиция все никак не уйдет в прошлое. Египтяне понимают, что это эффективный способ выяснить правду. Он отделяет лгунов от честных. Все начали приходить к нам, а не обращаться в полицию, поскольку иначе понадобится 2 или 3 месяца, чтобы правда всплыла. За 20 с небольшим лет ритуал не изменился. На этом видео из документального фильма 1997 года показано, как проверяют группу обвиняемых в убийстве. В итоге троих мужчин признали виновными. С двумя из них позднее расправились. Кровная месть, третий успел сбежать в соседнюю страну. Биши раньше применяли и в других регионах, однако там практика либо была запрещена, либо просто сошла на нет. Так, в Иордании ее официально запретил еще в 1976 году король Хусейн Ибн Талау. В Саудовской Аравии же ритуал осуждается религиозными лидерами, его называют суеверным и антиисламским. Отдельно Биши запрещен для членов племени Мутаир, одного из крупнейших арабских племен в стране и на Аравийском полуострове. При этом существует поверье, что практика в Саудовской Аравии вымерла в 1980-х, поскольку последний местный Мубаша ушел из жизни и не передал учения преемнику. Запрещена традиция и в Израиле, где Биша традиционно практиковали представители арабских племен. Что касается законности ритуала в Египте, то здесь Биша расценивается как разновидность мошенничества, за которое можно получить до трех лет тюрмы. Проведение обряда, по идее, находится под запретом, поскольку оно включает в себя нанесение физического вреда и обвинения невиновных. Главный муфтей Египта шейф Шафкиалам также указывал, что Биша не имеет ничего общего с установленными исламом правилами разрешения споров, которые в основном основаны на обращении в суд или примирении. В то же время закона, непосредственно криминализирующего традицию, не существует, что и может быть одной из причин, по которой ритуал до сих пор практикуется. При этом даже до бедуинов добрались современные технологии, в сети можно легко найти видеозаписи обрядов, стоит лишь вбить на YouTube. Вопросительный знак точка в их названии обычно стоят числа у каждого из мубаши есть свой уникальный номер, по которому, например, могут ориентироваться члены других племен. Аль-Араби-Е отмечает, что благодаря Биша район Сирабиум в Исмаиле прославился и стал популярен. Главным образом потому, что мубаша в других поселениях практически не осталось, а здесь же ритуал процветает и поставлен на поток. Впрочем, члены племени Аи-Аида отмечают, что периодически появляются мубаша-мошенники, которые обманывают людей ради денег. Однако их быстро находят и заставляют прекратить свою деятельность. Сквозь огонь и воду Разные практики определения лжи практиковались тысячи лет назад по всему свету, будь то Азия или индейские племена Северной Америки, Африка или Европа. К примеру, в Древнем Китае была похожая на Бишу по сути традиция, подозреваемому давали горсть риса, которую он должен был держать во рту, а затем выплевывал. Если большая часть оказывалась сухой, то считалось, что человек виновен, ведь именно от необходимости лгать он волновался, и у него пересыхало во рту. В Индии подозреваемые при ответе на вопросы должны были тихо ударять в гонг. Если вдруг звук оказывался громким, то есть его слышали не только судья, но и свидетели, то это значило, что человек по какой-то причине волнуется и, вероятно, врет. Впрочем, эти способы можно назвать мягкими, они не подразумевали, что человек покалечится. Этого не скажешь об испытаниях огнем и водой. Среди самых известных ордалей, конечно же, выявления ведьм в средневековой Европе, подозреваемых кидали в холодную речную воду, и если они не тонули, то их считали связанными с колдовством и затем казнили. Считается, что выжить при таком испытании шансов не было, либо человек тонет, либо его ждет расправа. Впрочем, такой расклад считают преувеличением, начинавших тонуть, вероятнее всего, вытаскивали за привязанную веревку. Еще одно достаточно известное испытание доставания каких-то предметов из кипятка голыми руками. Некоторые из мубаши сами прикладывают железо к языку подозреваемых кадр. С огнем также связано множество ордалей. По сути, подозреваемые подвергались пыткам, должны были ходить по раскаленным поверхностям босиком, держать горячее железо, угли или даже выживать после того, каким на грудь выливали расплавленный металл. Результаты были стандартны. Выдержавший испытание признавался оправданным, не выдержавший виновным. В некоторых случаях, особенно в Африке, вообще было принято определять вину при помощи ядовитых растений. Подавляющие большинство подобных методов уже давно признаны негуманными и не показывающими правду. В то же время египетские бедуины будто бы отстали от реальности живут в прошлом и активно применяют жестокий и унизительный ритуал. И так будет всегда, пока бедуины продолжают уповать на Аллаха, а не полагаться на расследование, показания и вещественные доказательства. Екатерина Первышева